Окей, ребята, привет! Я Дима, мы с вами продолжаем выстраивать свой фермерский рай в Майнкрафте. Я бы не отказался чего-нибудь перекусить, оно и видно, у меня минус 4 деления по еде. Я, наверное, этим с вами сейчас и займусь. Спустимся вниз, посмотрим, что у нас да как. Потому что ферму выстраивать нужно, это, конечно, понятно, но надо не забывать о себе, родимым, родненьким, любимым. Дождь пошел, вообще хорошо здесь, тихо, спокойно. Хотел бы дом здесь вот примерно вот так же, просто в поле, со свиньями, криперами, зомби-скелетами и прочим отребьем. Я так полагаю, можно уже зайти, наверное, и собрать пожиточки, наши с вами грядочка дала плоды. И я пробую эту серию записать без склеек, как просили, так что смотрим. В принципе, ютубер слайк показал, что, ну, вам норм. Ладно, мне легче работать, мне легче. Я делал так 15-20 минут, 10 минут ролики, вырезая все лишнее, на мой взгляд, но вы просили больше. Хорошо, больше я оставлю. Не будет больше склеек здесь. Добро. Я собрал всю шпиницу. Шпиница, конечно, да. Главное, я посмеялся над этим. Почему не посмеяться над своим шпинизмом? Собираю также все свекло. Я сразу же ее засею, эти все поля. Или, может быть, покушать. Может быть, свеклой поесть. Может быть, я даже наемся. Я не знаю, говорят, что из свеклы сейчас тоже что-то можно вкусное сделать. А то я уже одно деление просрал. Давай я... Где мышка-то? Вот она. Давай я все-таки поем, действительно. Ну-ка, уберись. Давай посмотрим. По-моему, одно деление восстанавливается, да? Да, одно деление. Ну, ничего, я поем, у меня там 40. Даже половина деления восстанавливается. Ага. У меня 40 свеклы. Отвратительный обед. Не в пример тому, что я сейчас покушал. Кстати, приятного аппетита, если едите. Приятного чаепития, если пьете чай. Приятного кофепития, если пьете кофе. Приятного сокопития, как бы это ни звучало. Надеюсь, сами поймете, что это означает. Ребята, я все сделал. Я поел, все отлично. Нужно рассаживать семена. Семена пшеницы пойдут налево, как обычно. Ну, вот такое вот фермерство. Оно подразумевает небольшую, конечно, работу. Хотя нет, почему небольшую? Большую работу. Иногда даже монотонную. Местами может быть кому-то скучную. Но благодаря этой работе у нас выстраиваются такие вот замечательные поля, грядки, как получилось у нас делать тут. Кстати говоря, теперь у нас еще 19 лишних семян есть для расширения, так скажем. Потому что эта первая грядка, она призвана нас вроде как кормить, да. Ну и глаз радовать в самом начале. Сейчас же, сейчас есть возможность расширяться. Я этим и буду, естественно, заниматься. Но после того, как закончится процесс работы, связанный непосредственно со складом, со складскими помещениями. Потому что именно туда мы все с вами будем добро выплевывать, вытаскивать, оставлять. Смотри, у нас тут 4 свеклы грустненько лежали. Теперь 34 пшеницы лежит, 38 свеклы. Это здорово. Еще семена остались. Семена я подниму наверх, и мы вернемся, наверное, с вами вниз работать на складскими помещениями. Потому что нужна уже обделка, нужна и прочее. Добро, дождь, я думаю, поможет нашей земле дать хорошие плоды. Ох, как красиво, да? Солнышко за домик заходит прям. Нравится. Я помню время, когда Майнкрафт только-только начинал обороты свои. Когда он не был мейнстримом, так скажем, когда я смотрел летсплеи какого-то картавого, гнусавого, маленького мальчика, который играл в эту игру. И я с упоением наблюдал за тем, как он выстраивает домик. В стиле, там, какие-то ковры из этого, из шерсти белой тогда еще, только белой. Е-мое, что сделал? Мне очень нравилось это. Особенно, когда я узнал, что можно делать грядки. Но это уже много позже, по-моему, были, да? Было сначала ведро, там, он делал что-то еще, копал. В общем, я, помнится, залез в Майнкрафт, выстроил себе какую-то огромную башню и кайфовал от того, что это я сделал. Это я сделал. Это я вот в игре взял пострелу. Теперь я тут хожу. Я всегда любил этот аспект в играх. Я кайфовал от SimCity 4, в том числе потому, что можно было выбрать любую машину и покататься на ней. Машину, вертолет, самолет, катера. Это все можно было выбирать. Поезда и в Рашхавер. И кататься по городу, который ты сам выстроил. Конечно, я всегда мечтал о том, чтобы можно было выстроить город а-ля GTA-шных городов. Теперь это возможно. И кататься на уровне GTA. То есть, знаешь, построил себе городишко в SimCity, в каком-нибудь или CitySkylines. Нажал на кнопку и ты, опа, уже играешь в экшен от третьего лица с возможностями GTA. Это было здорово. Только ночью можно спать. А что еще не ночь? Мне топор нужен или не нужен? Наверное, не нужен. Наверное, только лопатой и каменной кирка. Мне нужно определиться, что мне делать с камнем и землей. Я их вот сюда, по-моему, выплевываю. И гравий тоже тут же. Здесь уже места, наверное, не будет так шибко много. Ну ладно, я хотя бы чуть-чуть выложусь. Можно даже вот так вот сделать. А стаки большие выложить сюда. Почему нет? Вот так. И 42 оставить тут. Землю тогда с собой оставлю. Не знаю, что мне делать с этим делом. Надо бы потом что-нибудь придумать. Вообще, для всего этого уже давно все придумали. Мусорку в виде там лавы, да? Лавы востока. Но за ней надо спускаться. Я не очень горю желанием заниматься именно вот этими шахтовыми работами. Мне бы именно что-нибудь придумать по красоте здесь рядом с фермочкой. С фермочкой, как я выражаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Надо бы вытащить из себя это дерьмо. По поводу земли еще тоже надо бы подумать. Она вон зарастает вроде как. Тебе непонятно. Но я все равно ничего не могу сделать с ней. Добро? Да, ничего не могу. Хорошо. Вот наше помещение. Теперь думаем. Можно поставить обделку прямо сейчас. И потом расширяться. Я, наверное, так и сделаю. Потому что сейчас хочется уже грядками тоже дальше заниматься. Да, именно фермерством. Поэтому я все-таки пойду, наверное, сжечь кирпичи. Чтобы выставить их вниз. Потому что я хочу именно каменные плитные блоки ставить там внутри в отделке. Чтобы сохранялась атмосфера именно холода. Это все-таки такой, знаете, амбарный объект. Так. Камни возвращаются резко вдруг. Не подумал. И вот тебе на лишние движения. А вот это все как раз таки вырезается. Если я буду монтировать. Ну, вы же не хотите. Так. Уголь сюда. И 16 штук вот сюда. И, наверное, по стаку булыжников мы поставим. Выжигать их. Давай посмотрим. Я уже забыл. Что из этого будет? Да что из обычного булыжника будет, если он выжится? Камень обычный будет. А нужен ли нам камень? Да нужен. Полы постелить. А вот отделку. Справа, слева. Даже не знаю. Так, ну-ка я возьму вот эти две штуки. Там, по-моему, здесь тоже две уже есть. Да. Дай-ка я попробую сделать вот так. Есть там какой-то? Да. Да. Каменные кирпичи. Вот для чего мы с вами это дело затеяли. Чтобы выставить, выложить каменные кирпичи. Добро. Значит, пусть оно выжигает. Мы с вами займемся, наверное, сейчас тогда все-таки грядками. Ну что? Даже не грядками. Я хочу подсолнух посадить, чтобы он тоже уже давал плоды. А вот сахарный тростник, наверное, потом. С подсолнухом буду разбираться сейчас по делу, потому что я этим вообще никогда не занимался. Я не знаю, что такое подсолнух в этой игре. Я не знаю, как он растет в этой игре. Но буду придерживаться логики какой-то, и может быть у нас что-то выйдет. Я думаю, я посажу подсолнух рядом с водой. Рядом с водой. Но давайте этот участок мы с вами облагородим. Блин, так хорошо у нас дубовый лес вырос здесь, что даже не хочется его портить. Так. Вот это, конечно, испортить придется. Это вот наши такие с вами горячие источники. Буду их так называть. Не знаю, почему. Ну, все это источники горячие, но все-таки. Вот так. Вот так. Хорошо. Глубина нам здесь не важна. Хотя вот здесь глубже, конечно. Ого. Не, вообще-то эта щель достаточно стрёмно выглядит. Мало ли какой-то там бугемен какой-то может вылезти оттуда. Ну, естественно, в идиллиях игры, в реалиях игры, никакого там бугемена вылезти не может оттуда. А вот то, что я, дурак, забыл про то, что мне дышать надо, это, конечно, да. Это я могу. Вот такая у нас лужечка здесь. Можно поставить какой-нибудь фонтан наверх даже. Попробовать. Так, вот бульты халса, чтобы он здесь. Может быть, получится как-то это устроить. Я сейчас подумаю, как. Вот так. И, наверное, фонтан этот вот сюда поставить. Не фонтан, а, знаете, такой вот чисто источник воды изнутри, чтобы он шёл. Здесь нужна земля тогда. Вот так вот. Свинка, иди ты уже отсюда. Ну, залипло что-то. Прямо таким макаром, да. А вот тут уже будет изливаться вода. Это я зря, конечно, сделал сейчас. Вот она. Вот она водица. Как бы нам напиться. Чтобы сделать мне такого, чтобы была вода и тут, и везде. Сейчас посмотрим. Так, если я отсюда водицу заберу, она бесконечная. Отлично. Бесконечный источник воды. Это всегда хорошо. А если я сюда её вылью, соответственно, она упадёт сейчас. И всё, да? А, нет. Ты гля, она остаётся тут. Соответственно, можно вытечь вот так. Можно вытечь вот так. Можно вытечь вот так. Ни хрена. Так она не вытекает. Здесь нужно доливать. Хорошо, я так и сделаю, наверное, чтобы не было косяков. Я вот примерно такое и хотел сделать, чтобы сверху вода лилась вниз. Ну-ка. Она выливается дальше? Да. А если дальше залить последний куб? Отлично. Добро. Вот, вот, что я хотел сделать. Я это сделал. Супер. Ну, естественно, это я потом дорабатывать буду. Это не верх красоты и идиллии. Я просто хотел такой, знаете, природный уголок сделать. А быть может, быть может, можно посадить сюда гриб. Большой. Вот сюда какой-нибудь гриб. Он вырастет и будет вообще красота. То есть гриб, а из-под неё вода течёт. Супер. Ерундой занимаюсь. На самом деле, которая мне нравится. Вы уж простите. Но пока гриба нету, я сюда воткнул подсолнухи. Именно для этого я их и собирал. Подожди, а что это вы в эту сторону смотрите? И вы? Ни хрена себе. Их вот так размножать, что ли, можно? Куда, допустим, ставлю вот в эту сторону. Бам. В натуре? Я их дюпаю тупо. Я дюпаю подсолнухи, ребят. Это очень тупо. Вообще-то. И почему я не могу поставить их в эту сторону? Да мне хочется, чтобы вы туда смотрели. Что же вы, дуринги-то такие? Не все в эту сторону повернуты. Ну, плохо. Очень плохо. А если я с той стороны поставлю, тоже в эту сторону будут смотреть, что ли? Как бы я их не ставил... Как бы я их не ставил, они смотрят в эту сторону. Понятно. Этот момент еще, видимо, не проработан, но я надюпал 20 подсолнухов. Вот что мне теперь делать с ними? Очевидно, подсолнухи здесь тогда плохая идея. Может быть, подсолнухами украсить верх? Видишь, они не растут, их можно просто дюпать. Ну, то есть, размножать. Возможно, я их тогда поставлю там, к себе, где-нибудь себе наверху. Ну, а может, для красоты какую-нибудь одну грядку выделю для подсолнухов? Здесь, конечно, бессмысленно их ставить. Даже не знаю. Ну, пойдем наверх посмотрим. Может быть, найдем какое-то место, где они будут смотреться замечательно, с учетом того, что они смотрят все в ту сторону. Конечно, обидно, что они только туда могут быть повернуты. Очень обидно. Здесь вот не хватает реально чего-нибудь типа гриба. А гриб, по-моему, вставится, потом пылью костной посыпается, и он вырастает вроде ввысь. Вроде бы, я могу ошибаться, могу не помнить. Но здесь я, конечно, могу взрасти все подсолнух. Могу подсолнечное поле выстроить. Но оно все будет повернуто в ту сторону. Даже не знаю. Можно подсолнухи вокруг лестницы сделать, чтобы сверху вид был красивый не в цветах, а в подсолнухах. Ну, если честно, хотел. Подсолнухи сюда были повернуты. Мы бы так смотрели на них. А они на нас. Была бы красота. Я же не знаю, что мне теперь делать с этими подсолнухами. Буду думать. Не, ну давай попробуем, конечно. Вот я поставлю их туда же, куда хотел. Но они будут смотреть в ту сторону. Поднимемся наверх и посмотрим, как это выглядит. Со стороны. Вон подсолнух. Здесь. Вот так. Вот так. Вот здесь где-нибудь. Мне их вообще жалеть не стоит. Овер до хрена. И они дюпаются. Вот такое количество подсолнухов мы выстроили. Их 20 штук здесь. Если я их сломаю, естественно, их там будет овер до хрена. В районе 30, да. С каждого 2 падают. 20 собираем. Плюс 10 добавляется, по идее. Но вид был бы замечательнее, если бы они все-таки смотрели на нас. Ох, неповоротливые подсолнухи. Неповоротливые подсолнухи. Что мне с вами делать? Не, ну, я согласен. Выглядит норм. Оттуда, если заходить, смотреть, наверняка даже круче будет. Потому что здесь будут огни, да, особенно ночью. А там гриб. Надо с грибом что-нибудь придумать. С грибом, с грибом, с грибом. А что его придумывать? Выстроить его надо. Вырастить. Прошу прощения, выстроить. А что у меня еще есть? У меня есть тыква еще. Тыква размножаются тут или нет? Кактус и сахарный тростник. Сахарный тростник это хорошо. Ох, как. Нормально. Нормально. И тут еще. Полтишман. Красота. Супер. И сколько этого добра у нас теперь? Ну-ка. По 16 тут. И получается 64. И, значит, еще 36. Настакали. Хорошо. Хорошо. Мне кажется, можно будет уже обрабатывать все это дело там внизу. Давай спать. Давай спать. Пройдемся в сторону подсолнухов. Посмотрим, как они выглядят. Как дом выглядит со стороны. Получается, запада. О, востока. С восточной стороны. Это вот туда у нас выходит. И раз солнце там встает. Значит, там восточная сторона. Посмотрим, как оно выглядит все. А потом, наверное, начнем выстраивать себе уже... О, зарастает трава. Начнем выстраивать себе... И здесь зарастает. Очень долгий процесс, кстати говоря. Начнем выстраивать себе облицовку. Не облицовку, а полы класть и прочее. Короче говоря, складское помещение будем выставить. Блин, нет. Нормально выглядит. Мне нравится. То есть, даже несмотря на то, что подсолнухи повернуты... О, так отсюда это вообще замечательно. Отсюда это прям вообще божественно выглядит. Вообще супер. Смотри. Можно выстраивать все это дело там наверху. Еще больше дом ставить. Это, как вы знаете, я не хочу этим заниматься. Дерево вон-то прикольное. Здесь еще лес, знаешь. В детстве было бы прикольно найти. Хоть это и дубовые лесы, дубовые бревна. На них почему-то растут яблоки. Поэтому я буду называть яблонями. На эти яблони было бы классно забираться. И отсюда покушивать яблоки. И смотреть, следить за своим хозяйством. За тем самым. Было бы здорово. Так, а грибы у нас... Это что за... А, господи, это дерево. Я подумал, это кто-то меня смотрит. В натуре подумал, просто кто-то пялится. Но нет, это обычное деревце. Хорошо. Вот здесь, если дерево поставить... Ой, дерево. Гриб. Будет, конечно, очень здорово. Надо бы грибы эти с вами найти. А где грибы находятся? Грибы находятся в пещерах, да? И так вот, если гулять, возможно, мы где-нибудь в каких-нибудь локациях найдем их с вами. Так, я кладу пол, и мы увидим это холодное складское амбарное помещение. О, прям уже видно. Это здорово, это здорово. Это круто. Это то, чего я хотел. Давай, 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 давай. Я чувствую, как будто бы я играю в Тетрис. Я проигрываю. Блин, стак закончился. Блин, стак закончился. Но хорошо, что... Бляха, муха, вот это производственный мусор. А, он не ломается теперь? Я думал, он сломается сейчас на обычные камни. На обычный булыжник, точнее даже. Вот как упростили, да? Я думал, понятно. Кирпичи неправильно положил. Они после сбора херака и обычные. Так, ну у нас здесь яма, которую мы сейчас с вами закроем. Но нам нужно еще что-то придумать со стенами. Если пол я хотел, чтобы был холодный, кирпичный, то стены я больше хочу какие-нибудь металлические. Но для этого, конечно, надо упороться. Поэтому на время нужно, наверное, заделать все обычными вот этими такими же плитами. И я, пожалуй, тогда... Так, здесь 8, а здесь сколько? Здесь тоже 8. Ну да, соответственно. 26. 26, 27. Поставлю вот так, наверное. Пусть делают еще. Потому что стены нужно доделать. Как хорошо получилось. Замечательно. 28 блоков есть. На все стены, конечно, не хватит, но начало работы положено. А это всегда уже хорошо. Знаешь, маршрут измеряется к цели не трудностями, но пути и длиной самого маршрута. А своевременности и скорости первого шага. Это даже прям не обсуждается. Есть контакт. Отлично. Ну, пол есть. Это уже хорошо. Можно даже вот здесь вот выемку сделать. Давай я, наверное, этим и займусь. Чтобы у нас уже было понятно, что да, куда. По крайней мере, вход будет сделан. Пол уже сделан. Соответственно, на пол можно будет уже перетаскивать сундуки. Опа. Сломался. Каменная кирка. На этот случай у нас есть еще две. Эти камни, вот эти стены, точнее, надо будет тогда тоже выпиливать все. Но я этим буду заниматься, естественно. Отлично. Вот так. Пещера превращается в что-то хорошее. Так, теперь нам нужно сюда это все положить. И мы с вами, получается, хорошенько так отвлеклись от наших неповоротливых подсолнухов. Блин, прикольно выглядит. Прикольно. Круче было бы, если бы они, допустим, в разнобой поворачивались бы. Или их можно было бы вертеть. Я бы их действительно в разнобой поставил. Какие-то там в наши стороны, чтобы смотрели какие-то в ту. Но ладно, и так тоже хорошо. Так тоже сойдет. Грибы — это то, что нам нужно теперь. Наркомания — это то, что нам нужно. Наркомания. Пожалуй, угля нам недостаточно такого количества. С этим тоже придется бороться. Это тоже нужно будет искать. Так, 24 есть. Ладно, этот камень тут останется. Может быть... Вот так вот я возьму. Сделаю еще. Хорошо. 28. Для стен, опять же, у нас не хватит ничего. Стены я могу, конечно, заложить, но нет. Так, и тропинка тогда. Вот здесь вот я сделаю каменный проход. Подход. Подъезд, так скажем. К складам. А все остальное должно быть деревянным. То есть вот отсюда тропа у нас пойдет так вот. Сюда уже деревянная. И к этой лестнице нашей тоже. Здесь уже деревянная будет. Может быть, ее положить прямо сейчас тогда. Давайте я сейчас этим и займусь. Ну что, ребят, вы хотели подобного возвращения Майнкрафта именно вот с серийными 20-30 минут, чтобы было... Чтобы лампово, сообщениям и прочее. Пишите теперь, как вам нравится, не нравится. Рассказывайте друзьям о том, что все это дело вернулось. Что есть на что посмотреть теперь в этом плане. Я в Майнкрафт, конечно, играю, но не до фанатизма. Мне просто нравится. Я говорю, допустим, сейчас мне понравилось вернуться сюда, чтобы фермерством заняться здесь вот таким. Поэтому там каких-нибудь голодных игр и прочее вы, конечно, ждать не можете на этом канале, скорее всего. Только если мне прямо совсем что-нибудь в голову не ударит. Вот. Но такое вот ламповое выживание, оно всегда было здесь в почете. Так что, как видите, усё для вас. Выкопали. И, конечно, было бы хорошо здесь ту тропу протоптанную сделать, как хотелось, да? Чтобы в грязи, чтобы атмосферненько. Но так тоже ничего, так тоже неплохо. Даже я бы сказал, отлично. Вот это плохо. Это хреново. Но достаточно быстро сломали блок. Это тоже хорошо. Не без хороших моментов. Ой, сколько здесь у нас троп будет. Я, быть может, вообще упарюсь. Какой-нибудь второй ярус сделаю. Просто видится мне, что будет второй ярус. Допустим, если здесь, вот начиная от этого блока, где забор, заканчивая, вот, допустим, вот этим местом, да, где гриб, устроить нам какую-нибудь зону отдыха, какие-нибудь диванчики, ещё какую-нибудь статую сделать или ещё что-то типа того, и закончить всё это дело вот этим вот грибом с нашим водоёмом, а дальше мутить либо в ту сторону, либо в ту сторону уже большие, именно большие, конкретно большие поля, то можно будет устроить вот проход, допустим, оттуда, вот отсюда, такой какой-нибудь спуск сюда, и здесь вот такой вот проход поверху, да, со своим стендом, и второй ярус, то есть комната отдыха будет под навесом, а наверху на навесе каким-то макаром будет расположена ещё одна грядка. Ну, это уж совсем, если упороться, это пока что то, чем я сейчас заниматься не буду. Блин, круто, смотри, уже свекла в одной стране, в одной ямке выросла. Супер, супер. Нам надо, кстати, покушать ещё двумя штучками свеклы. Неповоротливая наша подсолнушная ямка. Мне прям по кайфу. Подсолнушная гряда, точнее, не ямка. Так, и так, 36. У нас тут даже хватит, да, по-моему, на ровное. По 9 штук, да. Отлично, 57 блоков. Хорошо, дерево у нас здесь всё. Оф. Дубовые доски я поставлю сюда. А вот дубовый забор буду хранить с собой. Нужно будет выстраивать тогда ещё из палок инструменты, ещё кирки, ещё лопаты. Вот на это камень тогда и пойдёт. Дерево у нас здесь ещё полным-полно. Что радует, мы с вами хорошенько потрудились на стримах. Пока даже хватает, я не берусь ещё делать что-то. Так, я бы хотел... А, я хотел покушать, я поднялся на веру зачем-то. Быстрее успею я, наверное, съесть что-нибудь. Быстрее успею. Ну, возьму меч на всякий случай. Ну, конечно, я успею. Да, должен успеть. Ах, чуть-чуть упал. Свеклой дальше давись. Стоит такой во тьме ночной. Одинокий кепел. И давится свеклой. Потому что больше ничего не готово. А кто-то сейчас... Огребёт у меня. Потому что кто-то куда-то зашёл. И у меня немножко поджилочки начали трястись. Кто вот дверь открыл? Кто у меня там наверху? Кто открыл дверь в мой дом? Я же отчётливо слышал, что кто-то открыл дверь. Кто ты? Сука, призраки, что ли? Натуре. И как мне здесь спать теперь? Сыкотно как-то? Ладно, был не дверь стук открыта, а что-то другое. По-моему, это был звук открытия сундука. А я больше придумываю. Но всё равно. Мало ли. Может быть, это был не сундук, а дверь. Не важно. Не важно. На секундочку. Мне стало сыкотно. Совсем на чу-чуточку. Ну что ж, на этом тогда серию закончим. Вот такая вот серия была. Хорошего вам настроения. Не забывайте про лайки, комментарии. И общение с друзьями. Не поддерживайте фразами о помидорке с решёткой. Естественно. Я же себя так сильно люблю. Очень сильно люблю. Только обо мне и говорите. Помните, сейчас всё окей, ребятки. А дальше круче.